Содержится в себе буквально все черты хорошей скандинавской мебели. Мне вот это креслице, которое называется Клэм, очень понравилось. А Клэм, это здесь можно ходить просто вот по этим помещениям и наслаждаться подборкой цветов стен, потому что они очень необычные, сложные цвета, очень. И это целый таунхаус, который специально для фестиваля оформила дизайнер. А сейчас мы переместились, наверное, в самую дальнюю от центра локацию фестиваля Three Days of Design, который называется Рэвс Халле Эйн. Если я правильно произношу по-датски, если вы разговариваете на датском, можете поставить двойной лайк. Так вот, здесь на бывшей индустриальной территории организован такой креативный кластер, произошла определенная трансформация, и здесь есть пара интересных локаций. В частности, я сейчас нахожусь в каком-то садике-парке, где поп-ап мероприятие проводит Икея. И, конечно, когда мы говорим о скандинавском дизайне, невозможно о ней не говорить. Здесь, прямо вот в этом садике, прямо в этом мини-парке установлены различные предметы из коллекции этого известного шведского производителя, и все это в белом. И, конечно, это все очень инсталляционно смотрится. И, конечно, помимо парка задействован еще вот такой шатер, большой такой глэмпинг, и там тоже все в белом. Там можно поваляться, ну, в принципе, и на улице можно поваляться, можно посидеть. Здесь даже угощают фирменными икеевскими фрикадельками. В общем, атмосфера милая, ну и, конечно, видимо, рождает какую-то невероятную дополнительную лояльность к этому бренду. Ну, если здесь такая белая антиутопия, то в соседнем павильоне белая утопия. То есть, там ребята попытались создать дом-интерьер полностью из биоматериала. То есть, стены из биоматериала, потолок из биоматериала, различные предметы из биоматериала. То есть, это и светильники, и диваны из биопены, и кровать из нее же также какие-то стульчики, стол. Ну, в общем, действительно, такой концепт, сможем ли мы так жить. Ну, а почему белая? Да потому что биоматериалы, как правило, имеют именно белый или такой вот бежево-какой-то прозрачный оттенок, и только потом уже в них добавляют какой-то цветной пигмент. Так что, друзья, пишите, хотели вы жить в таком био-белом доме, или вам все-таки ближе Икея. Тоже белая, но более реальная и более доступная. Хотя, как посмотреть сейчас? Ну, а пока мы перемещаемся на следующую точку, тут стоит упомянуть, наверное, еще раз о знаменитом проекте мусоросжигающего горнолыжного курорта. Это вот как раз вот эта горка с трубой, которую спроектировал Бьерки Ингельс, группа Биг, ну, в смысле, Бьерки Ингельс Гру. Так вот, да, я так близко к нему еще не подъезжал, и действительно очень классный проект, идейно, ну, и с точки зрения архитектуры тоже. Здесь у нас максимально хиповая экспозиция, ну, потому что здесь самый амбиенс такой, потому что какие-то юрты, какой-то огородик, абсолютно какие-то счастливые люди, люди цветы. Ну, и вот в одной из юрт там какие-то предметы представлены. Ну, вот здесь для меня всегда такая дилемма, что вот отделяет вот этот современный дизайн от такого вот барахла, аккуратно скажу. Хотя, какое что-то аккуратно. Ну, короче, какие-то предметы из мицелия, какие-то даже шлепки из переработанных косточек ото всяких там оливок, орехов и так далее. Какие-то плошечки, пиалочки. Ну, все это такое, не знаю, может быть, из-за того, что очень объемно представлено, ну, стрёмное, на мой взгляд. Причем есть, на самом деле, практики, которые вполне приличные вещи воспроизводят. Потому что вот были на конструмат, несмотря на то, что выставка сама по себе не самая блестящая, но там был показан прототип, ну, точнее, уже действующий образец, можно сказать, производства панелей вот из этих самых косточек. И там смотришь, и, в общем, понимаешь, что можно применить. На Мизунабже тоже был материал из переработанных водорослей, которые выбрасывают в огромных количествах на берега Британии во Франции. Ну, а здесь это вот все такое вот хиповое. Вот для юрты, наверное, и подходит. А для реальной жизни, мне кажется, что не очень. В общем, если у вас какое-то мнение на этот счет, то будет очень интересно узнать. Пишите, где граница между вот такими никчемными поделками и действительно дизайном с применением принципов устойчивого развития. А это по эмбиенсу прямо какой-то себе кабель-порт. Ну, или, если хотите, дан кабель-порт. В общем, индустриальное пространство, какой-то цех превратили в экспозицию. Ну, и надо сказать, что выглядит очень недурно. И мне показалось, что вот как раз граница между фигней из биоразлагаемых материалов и какой-то приличной историей из, опять же, вот этих вторичных материалов или природных материалов, то она где-то здесь по этому павильону проходила. Потому что там были предметы из переработанного картона и предметы из древесного гриба. И они, в общем, выглядят уже как-то интересно. Ну, точно так же композитные какие-то материалы. Там вот детская мебель тоже была довольно симпатичная. То есть, в общем, можно делать приличные вещи. Нужен просто добавить дизайна. Потому что одной идеей, то, что мы дети цветы и делаем все из-под нужного какого-то сырья, не хватает. Нужно все-таки добавлять дизайна. Ну, и здесь, кстати, еще и регулярные производители тоже присутствуют. Причем даже те, которые присутствовали, например, от Fellow Palette. И это тоже интересно. В общем, видимо, компания как-то выбирает локацию еще в зависимости от нацеленности на аудиторию. Потому что она явно отличается. И сюда попадают немножко другие персонажи, нежели чем туда, в более рафинированное пространство. Кстати, вот такие домики – отличная локация для показа студенческих работ. В этих двух маленьких коттеджиках работы факультета дизайна мебели университета Алта. Ну, то есть, соответственно, Хельсинского университета. И вот в этом контексте это смотрится нормально. И, кстати говоря, я думаю, что вот эти все подделки юных, они как раз для вот таких маленьких домиков, для дачи вполне себе ничего решения. Ну, а что касается университета Алта и дизайнеров, которых они готовят, мы об этом довольно подробно говорили. Посещая Хельсинскую неделю дизайна, это было достаточно давно, но, тем не менее, если интересно, гляньте, потому что там и здание интересное, красивое, и интерьеры, ну, и, видимо, это тоже как-то влияет на творческий потенциал юных дарований. Конечно, еще одну икону светового дизайна в Дании невозможно было пропустить. Это шоурум компании Астеп, ассортимент которой во многом связан с дизайнером Джинсарфати. И вот к этому шоу приготовили очередную новинку переиздания модели 262. И сделали это непросто в виде, вот, посмотрите, какой светильничек придумал Джинсарфати. Ну, естественно, это современный светильник, помимо этого, это светильник, который представлен в такой световой инсталляции современного дизайнера, что, в общем, выглядит довольно эффектно, убедительно. Ну, и вообще, сам светильник в своей архитектуре, можно сказать даже так, очень интересен. Еще одна новинка, это светильники Сорпреза, это каркас, обтянутый тканью, тоже выглядит максимально по-скандинавски. Дизайнером выступил Самуэль Вилкенсен. Ну, а в остальном, конечно, здесь вся классика. Ну, опять же, классика от Джинсарфати, торшеры тонюсенькие и очень элегантные. Модель 1095, модель 2065, это такие плюшки. Ну, и, конечно, огромное количество, опять же, номерных моделей, которые невозможно запомнить. Это различные сферы, которые по-разному крепятся, могут быть в потолочном исполнении, в виде люстр, в виде бра, в виде чего захотите. Ну, и, кстати говоря, могут быть и белые, и прозрачные шары, что тоже добавляет вариативности. Ну, это так называемая трибют-коллекция. А из современных, то есть из коллекции Evolution, стоит обратить внимание на маленькие переносные светильнички. Это Nox, такой поддутый шарик с ручкой, и деревянная миленькая пепа. А, чуть не забыл, из классиков. Еще, конечно, здесь и Витариана Вигана, тоже есть знаменитая Чинкванта, и в подвесном виде, и в настенном виде, и вообще там какое-то невероятное количество видов и комбинаций. Так что тоже обратите внимание, это прямо очень крутой такой штрих к любому изысканному интерьеру. Но если мы говорим об общественных пространствах, то там помимо штрихов нужна еще и практическая история, а именно помимо света, акустика. И такие светильники тоже есть. Их придумал датский дизайнер Давид Тулстру. Называются они IZL. И там какая-то удивительно интересная технология, которая называется Snow Sound. Звук снега, не знаю, поскрипывает что ли. Ну, в общем, эти светильники, они абсорбируют лишний звук, ну и, соответственно, создают акустический комфорт в рабочих или в каких-то других общественных пространствах. Может быть, в детской, кстати, тоже подойдет. Ну, надо постараться вписать, и подойдет. Добавим еще классики датского дизайна с характером, так сказать. Ну, причем здесь, конечно, и классика датского дизайна. Это модели 60-х, 70-х годов. Диван, очень классные кресла, которые называются директор. Ну, естественно, у директорского стола стоит консоль. Мне нравится в ней, есть что-то такое восточное, наверное. Ну, и надо сказать, что здесь не только классики датского дизайна. С этой компанией поработали и классики итальянского дизайна. Здесь есть стульчики и лаунж-кресла Афро и Тобио Скарпа. Ну, и при входе стол по дизайну незабвенного Анджело Манджаротти. Мы о нем много разговаривали, когда были в гостях у Агапы. Ну, в частности, вот сейчас под флагом Агапа Каза основная его коллекция производится. Вот, оказывается, в том числе и для вот этой датской компании тот же Анджело поработал. Пока мы перемещаемся вдоль улицы Брэдгада, пару практических советов. Если соберетесь в следующем году на три дня дизайна в Копенгаген, то, во-первых, обратите внимание, что у них есть приложение. Там все участники, все выставки есть. Они разделены по районам. И, в общем, довольно удобно. Если подготовитесь, то сэкономите кучу времени и получите массу удовольствия. Я бы, наверное, рекомендовал как раз начать вот с этой улицы, потому что здесь самая большая концентрация, наверное, всего. Во-первых, здесь находится вот это от Фэллоу Палея. Палея, Палея. Здесь прямо за мраморной церковью находится вот это здание Фридрихсгабе. Здесь находится музей дизайна. Мы там были в прошлом году. Если интересно, то тоже посмотрите. И здесь буквально одна за другой идут галереи, 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 галереи. То есть можно вот просто из двери в дверь переходить, заходить в любую и получать удовольствие. То есть какие-то постоянно новые локации для меня, по крайней мере, открываются. Потому что какой-то вот особняк, двери открыты, играет музыка, заходите. И там какое-то вообще волшебство и с точки зрения интерьеров, ну и с точки зрения предметов. И все это вместе, и предметы, и контекст, они, конечно, создают вот это вот полное ощущение погружения в этот самый датский дизайн. Ну и не только датский, но в общем, в нордический, в широком смысле слова. Иногда, конечно, попадаются очень забавные локации, очень забавные выставки. Забавные в плане именно самих локаций. Поднимаетесь на пятый этаж, попадаете на мансарду, и там все очень интересно. Ну, во-первых, просто прогуляться по этой парадной, по этому подъезду одно удовольствие. Посмотреть и на сочетание цветов, и на вот эти вот орнаменты архитектурного декора, и на ручки, на двери. Ну, в общем, это все само по себе очень интересно. Причем, что самое забавное, коллекция, которая там представлена, ну, меня как-то не впечатлила. Там, наверное, стоит обратить внимание на меховой стол. Ну, и вообще, нужно сказать, что сейчас все эти меха и овчинки, причем как в натуральном, так и в искусственном исполнении, тоже востребованы в тренде. Ну, это вот такое расширение темы текстурности и вот этой тактильности. Но, в принципе, все эти шкурки, они пошли от скандинала. А сейчас уже есть в коллекциях, ну, практически у всех производителей по всему миру. Можно посмотреть на крыши, можно посмотреть на витражи, прокатиться на старом лифте. Ну, в общем, это тоже заслуживает внимания и отдельное удовольствие, несмотря на то, что, ну, как бы предметы, как уже сказал, не сильно впечатлили. Раз уж пошли по классике, то мы не можем пропустить такого классика датского дизайна, как Вернера Пантена. И заскочил, конечно, в его шоурум, точнее, в клуб. Ну, и, конечно, в этом клубе максимально все нарядно. Яркие цвета, яркие решения, классика дизайна. Причем здесь классика дизайна не только мебели, но и светильников. Причем я даже не знаю, что более узнаваемая мебель или светильники, потому что мне кажется, что даже светильники. Потому что все эти глобусы, спиральки, все эти веселые висюльки в разных вариациях встречаются достаточно часто. И, кстати, нужно сказать, что это все не атомно так прямо стоит, поэтому я не рекомендую покупать фейки традиционно. Потому что Пантена, конечно, подделывает вообще все, кому не лень. Ну, и, конечно, мебель, причем, естественно, в соответствии с всеми современными трендами. Мебель теперь в том числе делается и в уличной версии. Сам Пантен такого не предусматривал изначально. Ну, в общем, флаг забили, посетили. Я доволен, надеюсь, и вы тоже. Пока у меня самые крутые открытия, это какие-то случайные, незапланированные открытия. Шел-шел, очередной подъезд нашел. Там выглядит, как будто еще идет ремонт. Ну, точнее, он там еще не закончился. И вот в этом пространстве, ну, во-первых, сам подъезд какой-то совершенно обалденный. С вот этой росписью под мрамор. Это такая техника тоже в свое время довольно популярная была в Дании расписывать под мрамор стены. Там на втором этаже в одну сторону выставка современного и исторического скандинавского дизайна. Ну, это как бы достаточно интересно, но в целом как бы ожидаемо. Тем не менее, выглядит, конечно, все очень здорово. Интерьер по-прежнему играет здесь одну из важнейших ролей. Без него ничего бы так здорово не смотрелось. А с обратной стороны в каком-то совершенно фантастическом, роскошном зале работа бельгийского, по сути, художника. Это уже не мебель, это предметы современного искусства. Очень много камня, причем такого грубого камня. Ну, и опять же, все очень идейное. И сам художник там. И он, конечно, свои вот эти скульптуры мне покрутил. И это действительно как-то очень впечатлило. Не знаю, видимо, все вот вместе опять же сработало. Поэтому, друзья, что я хочу сказать? Что такие мероприятия, это, конечно, еще не только там новинки, тренды. А это еще вот этот вот опыт. То есть не только вдохновение, а именно еще и опыт. Не только вот рисовать, читать какие-то идеи, но и вот пережить что-то. Люблю такие идейные проекты, когда шоурум трансформируется и все подчиняется какому-то сюжету. Три этажа отборного датского дизайна разделены на различные элементы, из которого можно собрать тот самый дизайн, ну, прежде всего, дизайн интерьера. Все начинается с сценографии. Сценография в широком смысле слова. Это и, собственно, вот эта артистичная расстановка, и это какие-то подиумы, и какие-то занавесы, которые также могут это пространство каким-то образом делить, дизонировать и создавать определенное настроение. Элемент металлика. Ну, вот про металлики мы уже поговорили немножко. Я в эту тему не очень верю, но, в принципе, для каких-то, опять же, общественных пространств вполне может быть эффектное решение для какого-нибудь лобби, например, приемной, хорошего офиса. Почему бы нет? Очень интересная история, и мы с ней уже сталкивались. Это элемент цвета, но это не цвет вот в буквальном представлении, то есть вот это зелененький диванчик, это там терракотовенький диванчик, а это именно цвет света. Там вся мебель белая, и показано, как в зависимости от тона света меняется этот интерьер, меняется настроение. Ну, про цветомузыку, опять же, я не очень уверен, что это прямо вот нужная сценография именно в рамках жилого интерьера, но если мы говорим о температуре света, там, от теплого к холодному, то, конечно, интерьер очень сильно меняется, и это нужно иметь в виду, и на это стоит обращать внимание. Но, опять же, да, то есть там какое-то, может быть, общественное пространство вполне может быть. Кстати, очень похожая идея была показана в самом первом особняке, вот этом Фридрикс Габе. Там был такой цифровой мутборд, который придумала компания Sony, и вот вы тоже могли поиграть с тональностью интерьера, и мне кажется, что вот здесь как-то эти идеи немного пересекаются. Значит, еще один элемент хорошего интерьера — это социальная функция, то есть это место для сборов, то есть это элемент, который называется «togetherness», то есть мы вместе. Я не знаю, мне не придумать слово, которое могло бы быть производным от слова «вместе», то есть просто мы вместе, мы собрались за столом, и мы проводим прекрасное время. Ну и, конечно, социальная роль у любого интерьера, она достаточно высокая, наверное, самая важная. Дальше мы поднимаемся на последний этаж, там у нас элемент природы. Опять же, разговор с посетителями о том, как мы можем использовать природный материал для того, чтобы создавать новые предметы интерьера. Ну и, в частности, показан уже не прототип, а, в общем, как бы можно сказать, серийный образец стульев, сидение которого сформовано из чего? Из конопли. Так что, друзья, конопли не только баловаться можно, а, в общем, делать их вполне полезные, и самое главное — экологически очень осознанные вещи. Далее у нас элемент дерева. Ну, что касается дерева, тут тоже все понятно. Это, там, в ДНК культуры скандинавов использование дерева для производства мебели, дерево в интерьере, дерево на полу, дерево абсолютно везде. Ну и, конечно, скандинавская мебель без дерева — это вообще невозможная какая-то история. Слабо себе представляю. Но, опять же, это самый экологичный материал. Мы говорили о том, что дерево — это самая надежная парковка для углекислого газа. Ну и последнее — это элемент инновации. То есть это элемент переработки уже созданного во что-то новое и, наверное, более прекрасное. То есть так называемый круговой дизайн. Мы все слышали о круговой экономике. Ну, соответственно, дизайн играет очень важную роль в том, чтобы эта концепция реализовывалась. Ну что ж, друзья, три дня дизайна в Копенгагене пролетели как один. Для вас это было вообще, я думаю, что значительно быстрее. Но, тем не менее, я надеюсь, что вам понравились те локации, которые мы с вами посетили. Да, кстати, я тут еще в одном месте успел побывать. Называется Social House. Там в основном шведские производители, надо сказать, довольно неплохие. И что еще интересно, по-шведски слово «столер» тоже «столер» звучит. Это важная информация. Там было одно очень интересное креслице, которое мне понравилось. То есть это кресло с ушами, но эти уши отстегиваются, и можно сделать обычное кресло. Довольно неплохая затея. Ну и вообще затей тут оказалось очень и очень много. Поэтому поставьте обязательно лайк. Это важно. Я не прошу никаких донатов, но, как вы понимаете, путешествовать это удовольствие сейчас не самое дешевое. Напишите что-нибудь приятное. Если уж хотите прям совсем поддержать наш канал, то тогда поделитесь этим видео с друзьями обязательно. Им тоже будет полезно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал. Там на ежедневной основе мы публикуем разные интересные проекты. Ну и свои заметки по этому поводу. Ну и, конечно, анонсы видео, ну само собой, ну и интересных мероприятий в том числе. Ну и увидимся в следующем путешествии, на следующем дизайн-мероприятии. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok